Добрый день! С вами Удовина Наташа и канал творческой студии Таир. Сегодня у меня очень интересный мастер-класс. Я буду создавать на шкатулке перламутровую мозаику из акриловых гелей. Я очень люблю эту технику и давно хотела ею с вами поделиться. У меня есть вот такая подарочная коробка из-под армянского коньяка. Мне она очень нравится и по форме, по размеру. Однако по внешнему виду есть вопросы. Ей явно требуется мое вмешательство. Я буду выкладывать мозаику на крышке шкатулки, поэтому первым делом я шкурю лаковый слой этой части. Стираю пыль влажной тряпочкой и тонкой акриловой пастой, заделывая углубление на месте буб. Разумеется, можно использовать шпатлевку, просто мне ее не казалось под рукой. После того, как рельефная паста высохла, шлифую шкатулку наждачной бумагой, чтобы поверхность стала ровной. Стираю пыль. Бумажным скотчем ограничиваю ту часть крышки, на которой будет декор. Затем беру акриловый грунт Таир и с помощью кисти покрываю всю ограниченную скотчем часть. Наношу грунт в два слоя с промежуточной просушкой. Приступаю к подготовке материала для мозаики. Я уже несколько раз работала в этой технике и мне не нравился только один момент, что в результате кусочки мозаики получались разными по толщине из-за того, что я наносила перламутровый гель хаотичным мазками стихийным. В этот раз я придумала, как нанести гель ровным слоем. Я беру плотный пластиковый файл, на котором буду выкладывать материал. Очень важно выбирать плотный, но гладкий файлик, без какой бы то ни было фактуры, иначе все это отпечатается гельем. Чтобы пласт геля получился идеально ровным, я буду наносить его, выравнивая одним большим строительным шпадером между нескольких деревянных линей. Почему линейки? Просто я не придумала чего другого, что давало бы мне нужную одинаковую толщину. Если у вас есть другие идеи, я буду их очень рада услышать. Линейки я приклеиваю скотчем к пластиковому файлу. Теперь готовлю гель. У меня будет мозаика из темного узора на светлом, так что я сделаю две разные заготовки. Сперва готовлю материал для темной мозаики. Беру прозрачный моделирующий гель, он самый дешевый из гелей, поэтому логично набрать основную массу с его помощью, а затем вмешать в нее краски металлика. Рядом выкладываю на палитру зеленый гель хамелеон. Следом добавляю золотистый гель. Теперь к прозрачному гелю добавляю черную краску из палитры доколов художества. Это не просто черная, это краска металлика, так что она тоже дает определенные переливы. И последний цвет это серебро. Смешиваю прозрачный гель с красками, а перламутровый гель не трогаю. Затем, начиная в хаотичном порядке, выкладываю получившийся оттенок и перламутровый гель на канцелярский файл. Беру большой шпатель и с силой прижав, провожу его между двух линеек. Провожу несколько раз, чтобы добиться ровной поверхности, без комочков и пузырей. Здесь важно понимать, что рабочая поверхность мозаики это та, которая лежит лицом к файлу. Так что если на этой стороне будут какие-то неровности, это не сильно критично. Точно так же заполняем гелем вторую часть. Линейку удаляю сразу, иначе гель приклеится к ним навертво. Приступаю к светлой части мозаики. Беру перламутровый фиолетовый гель, выкладываю на файл. Добавляю синий, зеленый и золотистый. Перемешиваю цвета между собой. Смотрите, какие восхитительные перламутровые переливы получаются. Купить такие перламутровые гели, а также другие материалы, можно в интернет-магазине по ссылке в описании к видео. Разравниваю гели между линейками широкими шпателями. Я очень люблю эту технику перламутровой мозаики и очень рада, что наконец-то получилось снять по ней мастер-класс. Кроме того, в этот раз я наконец-то делаю шкатулку специально для себя. Гели довольно дорогие, поэтому если остались излишки геля на мастихине, можно сохранить получивший смесь в отдельной баночке. Я остатки выкладываю в пустевшие баночки из-под синего геля. Пригодится в будущем, главное плотно закрыть крышку. Оставляю получившийся полцы из геля сушиться. Несложно давать здесь какие-то рекомендации по времени. Много зависит от температуры в помещении и толщины слоя. Я на всякий случай оставляю сушиться гель для мозаики на все выходные. Пока гель высыхал, я придумал узор, который хочу видеть на крышке своей шкатулки. Перевожу рисунок на крышку, заштриховав обратную сторону листа. На всякий случай я тоже оставляю на него ссылку в описании, вдруг кто-то захочет повторить. Итак, прошло двое суток и перламутровый гель полностью высох. Отдираю получившиеся пленки от канцелярского файла. Они получились гибкие и пластичные, а переливы цветов просто завораживают. Одна полоска получилась более золотистая, а другая имеет зеленоватый отблеск. Беру доску-подложку и металлическую линию. Отрезаю проламутровый пленок все неровные края. Дальше режу пленки на примерно одинаковое по ширине полоски, где-то один сантиметр. Затем нарезайте полоски на кусочки, из которых будут собирать мозаику. Это и квадратики, и треугольники, и трапеции, разнообразие форм и размера. Начинаю собирать мозаику. Промазываю небольшой участок для работы докупажным клеем лаком. Затем выбираю подходящий кусочек застывшего геля и кладу его на нужное место. Слегка прижимаю деревянным стейком или обратной стороной кисти. Продолжаю выкладывать узор, выбираю подходящие кусочки. Иногда подобрать наиболее удачное получается не с первого раза. Между кусочками оставляю небольшой зазор для дальнейшей затирки, где-то около миллиметра. Продолжаю выкладывать мозаику по своему рисунку. Забегая вперед, скажу, что работала над этой мозаикой несколько дней. Так что пусть вас не обманывает ускоренное видео. Это медитативный и неспешный процесс. После того, как выложен основной узор, добавляю темную контовку по краю. Работа с темной частью мозаика закончена. У меня осталось еще некоторое количество кусочков. Их я также сохраняю в отдельном файлике для будущих работ. Нарезаю светлые перламутровые пленки сперва на полоски, а затем на разные маленькие кусочки. Начинаю заполнять все пустое пространство светлыми кусочками мозаики. Промазываю небольшой участок докупажным клеем, а затем перекладываю выбранный элемент и слегка нажимаем на него обратной стороной к листу, чтобы он лучше приклеился. Как определить правильную сторону у всех этих кусочков? Очень легко. Обычно не возникает такого вопроса, когда видишь перламутровую пленку вживую. Рабочая сторона – это та, которая была лицом пацелярского файла. Она выделяется своей гладкостью и более интенсивными переливами цвета. И так все готово. Посмотреть, какие нежные, благородные переливы получились. Перед затиркой защищаю всю перламутровую часть лакировкой. Снова ограничиваю крышку малярным скотчем. У меня нет обычной затирки, поэтому я делаю следующую смесь. Грунт левказ и контурная паста. Серебристо-черная и белая перламутровая. Все хорошенько перемешиваю. Начинаю затирать смесь в промежутке между элементами мозаики. Излишки стираю. Конечно, лучше всего использовать безворстный салфет. После высыхания моей затирки, это около двух часов, понимая, что хочется сделать промежутки более темными. Беру декоративно-серебряный вуз и затираю всю крышку. Излишки стираю. Теперь работа с мозаикой точно закончена. Однако внутри шкатулка выглядит довольно непрезентабельно. Я хочу сделать бархатную вставку на дно, а также разделить внутреннюю часть на два сектора. Один из которых будет с вальком для колец. Я сделала вот такой выкройку из картона, который будет всталяться вновь. Также у меня есть вырезанный по размеру кусок от штапика. Балики для хранения колец я сделала из обычных и людей. Обвожу картонную выкройку на бархате, делая припуски по одному сантиметру. Вырезаю. Уголки обрабатываю следующим образом. Приклеиваю бархат на картонную основу и проглаживаю с углом. Загибаю и приклеиваю припуски вовнутрь. Один из уголков вставляю неприклеенный, чтобы затем загнуть его под другой. Рассчитываю, что бигуди мне нужен разрез на три части, чтобы сделать полноценную вставку для колец. Прошиваю бигуди бархатом, делаю ребристую подушечку. Деревянную вставку также обклеиваю бархатом. Закрепляю все вставки внутрь наклея, зажимаю прессом и оставляю на некоторое время. Прикручиваю фурнитуру к шкатулку ножки, замочек и накладные уголки. Шкатулка готова! Наконец-то мое украшение обретут элегантное пристанище. Напишите в комментариях, понравилась вам техник перламутровой мозаики. А может быть вы уже работали с ней? Варите с удовольствием! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...